Привет, вы на канале Дистракт, с вами Дима. По ходу последних вайпов мы получили ряд ограничений, и одно из них это способность покупать шестой класс брони, что вынуждает нас бегать именно в пятом. Однако есть одна тактика или же вариант получить что-то лучшее, нежели пятый класс, но все же чуть-чуть не дотягивающее до шестого. Но конечно же есть ряд условностей. Про это все мы и поговорим. Погнали! Помимо того, что ограничили покупку хорошей брони, также у нас забрали и топовые патроны, по типу ИС-72БП, блэкаутов и так далее. Потому чаще всего мы встретим противника на каких-нибудь БТ-патронах или же 5-6А1. Следующий момент, который вы могли заметить, это у забрала ША достаточно сильно подняли общую прочность. А как мы помним, такая же история была с редутом, и это повлекло за собой очень значительное увеличение его эффективности. Ну и последний момент, на который я обращу ваше внимание, это Абдалбос 2. Он обладает просто рядом уникальнейших свойств. Бегать, прыгать, приносить вы будете больше, однако и умрете намного быстрее. Соединив все вышесказанное, вы уже поняли, к чему я веду. Объединить забрала ША и Абдалбос 2. Эта комбинация полностью решает проблему огромного веса забрала. Чтобы понять разницу, я сделал прямое сравнение. Сколько у меня получится пробежать в редуте, без использования дополнительных препаратов. В итоге, сделав небольшой марафон, вышло 36 секунд. После я сравнил этот результат, но уже с забралом ША под эффектом Абдалбоса 2. И тут я не знаю, удивитесь вы или нет, но я смог пробежать полторы минуты, что почти в три раза больше. И это я даже молчу про то, что понятие перевес в принципе исчезло, а еще мы имеем перманентный хил. Это все, конечно, хорошо, однако остается главный вопрос. Мы имеем просто до ужаса поднятый урон. Насколько в принципе забрала ША эффективно нас будет защищать? Я отвечу на этот вопрос, но сначала напомню про Бусти. Где из последнего сделал разбор карты Берег, а также видеоролик по теме шлемы. А знакомительная подписка стоит 10 рублей. Ищешь тиммейта? Заходи в дискорд. Продолжаем. Для начала мы взяли двух добровольцев. Оба взобрала ША, только один под Абдалбосом, а второй нет. Использовали патрон БТ-545. По итогу, человек без эффекта Абдалбоса умер в грудь после 13 попадания подряд. А тот, что находился под ним, после девятого. Разница, конечно, есть. Мы повторили этот же тест, но уже с 5-6-1. Результаты были просто идентичны. Чтобы понять, насколько плохая или хорошая комбинация забрала плюс Абдалбос, взяли редут и начали стрелять тем же патроном. В итоге, ЧВК пал на шестое попадание. А я напомню, что забрала плюс Абдалбос было 9 попаданий. Самое время для подведения итогов. Эта тактика таит в себе кучу плюсов. Вы переносите больше веса, у вас есть регенерация. Стамина восстанавливается намного быстрее. И к тому же у вас есть защита рук, что позволит не умирать от ботов на дроби. Так еще и плюсом, забрала будет намного лучше вас защищать, нежели тот же редут. Но если говорить о минусах, то ваш Криптонит это любой противник на мясных патронах, который целенаправленно будет стрелять по ногам. Однако я все равно вам рекомендую приглядеться к этой тактике. Может быть конкретно тебе она больше всего подойдет. На этом ролик заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи!